Дарья не так давно вернулась из Японии, кстати, была она там в четвертый раз. Мы поговорим, безусловно, и о большой политике, но начать хотелось все-таки с другого, Даш. Но я думаю, что Япония настолько органично вошла в наши русские реалии, что многие этого даже не замечают. Но мы помним все эти суши с сашими и прочее-прочее, да, все эти фильмы про, я не знаю, там, самураев и книги, опять же, про них. А что Кунин, который ввел этот образ, да, вообще, там, фактически, Фондорин и его верный слуга, да? И обучался он якобы всему в Японии. Прям, ой-ой-ой, да, прям, издание, одна книжка за другое выходили. Ну да ладно, а что в самой-то Японии думают о нас, о русских, о россиянах? Вообще ничего. Я тебе расскажу. Японцы, которые 126 миллионов, несмотря на очень маленькие острова, это абсолютно самодостаточная нация. Нация в себе, еще странной менталитет. Плюс японский характер. Не забудь, что страна была закрыта для мира до практически 19 века. Началось 19 веке только открываться. Вообще закрыта была. То есть никак, вообще никого не происходило, они были закрыты. В Японии, у Японии есть безумное обаяние. Я бы даже сказала, Япония подкупает, и это очень опасно для любых политиков, которые имеют с ней дело. Ну, после того, как ты однажды поешь в Японии, больше ты никогда в один суш здесь не зайдешь. У меня это большая проблема, потому что я дико скучаю по японской еде. Я знаю, что никакого отношения нет к тому дерьму, извиняюсь, даже на высшем уровне. Потому что все мои друзья японцы, когда приезжают в Россию и пробуют японскую здесь еду, больше туда их уже водить нельзя, потому что, я говорю, пожалуйста, больше не надо. Ну, то есть это наркотик японский, настоящий японский, да, это наркотик. То есть после него ты не можешь есть ничего, ну, ты можешь есть это другое, но просто ты уже вот к этим близко сушечным, как мы их называем, да, и сашимичным, и к китолиям тоже близко просто не подойдешь. А больше всего для шок всех японцев, когда они приезжают сюда, что... Вообще это была моя огромная ошибка. Я же думала, что суши – это типа наши шаурмы, да, на каждом углу. Да, 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 такое быстрое питание, съел и побежал дальше. Для меня была... То есть я поняла деликатность моих японских друзей. Во-первых, в Японии все дико дорого, цены безумные. Япония озабочена только собой и только своей едой. Еда – это смысл жизни, других смыслов жизни нет. Сексом они интересуются, кроме как извращенным сексом. Детей идет только потому, что так надо. Ты женился, должен сделать какого-то ребенка. В основном не занимается это мазохизмом, я об этом много писала. Значит, там педофилия. Но это обычно на такой в законных мерках, рамках. То есть ты можешь на что-то наблюдать, смотреть. Подглядыванием. Есть специальные отели, подглядывание было в таких отелях. Но об этом уже долго говорить о сексуальных проблемах японцев. Они у них серьезные. В демографическом плане это выражается очень четко, потому что нация не растет, детей они почти не делают. Вот, потому что у них действительно очень странные понятия секси, любви и так далее. Бытовая жизнь, мне очень хочется все это объяснить людям, люди не очень это понимают. Пьют страшно, потому что у них вся жизнь занята работой. Но вообще Япония считается страной самых высоких технологий. Нет, в чертую мать, не высоких технологий. Нет. Они были, все есть, они все усвоенные. Выросло поколение, вот он называет ватниками, вата это Япония. Вот эту фразу мне сказал японский фашист, который сказал, что вся наша страна это большая вата. Это стадо овец. Ну вот, то есть я об этом могу говорить долго, то я все-таки пройду закончим. Все страны делятся в Японии на вкусные, невкусные. У них совершенно не интересуют наши музеи, там еще, они в них сходят, пахают, там, ох-ух и так далее. Но их интересует только еда. Для них Россия это очень невкусная страна. Ну, честно говоря, я немножко их поддерживаю, потому что больших шедевров кулинарных мы не забрели. А может, просто не везет, они приезжают, их везут к какой-нибудь, я не знаю, ну, что, ну, больше где-то попробуют, что-то еще. Может, да. В принципе, мы, конечно, не итальянская, не... Вот Италия это вкусная страна. Франция это вкусная страна, а вот Россия это непонятно, не... Для них, если страна невкусная, это уже неинтересно. Мне интересно, премьер-министра Японии на встрече с президентом в ноябре вообще чем угощали? Я думаю, постарались. Она, конечно, в Сингапуре проходила эта встреча, да, такая... О, ну тогда все, когда все в порядке. Да, 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 все нормально. Они любят, да, они любят изъятку, кухню разную пробовать, но главное это их еда. Вообще вся жизнь Японца состоит о том, что однажды выйти на пенсию, накопить кучу денег и поставить на конец их на кулинарные путешествия. То есть они, к сожалению, в это время подводят желудок, потому что Япония снимает первое место по раку желудка. О, Господи. Да, первое место в мире. Это связано, кстати, с тем, что у них еда вся сырая. Есть такие, никто не может понять, почему, но тебе любой врач объяснит, что Япония первое место в мире по раку желудка и одновременно первое место по излечению раку желудка, потому что у них обязательно входит в исследование не гастроскопии, которые всех спрашивают, вы делали гастроскопию? Спрашивала я всех, потому что они рассказывают, что в Японии каждый делает гастроскопию. Нет, у них действительно есть, значит, каждый год ты обязан проходить исследование желудка, значит, ты не можешь работать. Но это очень смягчающе, то есть там ты глотаешь какую-то белую жидкость, тебе делают рентген желудка. Я забыла, у нас тоже это есть, но редко используются. Я говорю, простите, это все научные аппараты гастроскопии, это ваши, японские? Они говорят, мы вместе спрашивали, а что это? Я была в шоке, я так мучилась долго с гастроскопией. И вдруг я выяснила, что на японский аппарат, они даже не знают, что такое гастроскопия. Но это правда, у них рак желудка – это первая вещь. И поэтому, когда они достигают старого возраста, для них самое большое счастье – это начать путешествовать и жрать. Вот реально. Слушай, а куда они путешествуют? Для них вот эти вкусные страны-то какие? Ну, Россия невкусная, а вкусная. Например, Киото – самый дорогой город Японии, куда приезжают – есть. Потому что он очень вкусный, он очень красивый. А, ну то есть все-таки они не по странам, а по городам с вами. Да, потом начинают ездить, Китай, Ваня, Россия, все что угодно. Они хотят объехать весь мир, только группами, они очень боятся быть одни. И поэтому они много кушают везде. Но, к сожалению, желудки уже ведь не те, правда, вот это вот их очень расстраивает. Потому что когда вышла на пенсию, уже жрать не можешь. Так много, как бы хотел. Самые главные разговоры в Японии – это где сегодня и что мы будем есть. Это самый главный вопрос. А когда пришли в ресторан, мне объяснили, что 30 минут обязательно трачено на то, чтобы решить, что же мы будем есть и пить. Это тысячи вопросов, тысячи обсуждений, которые меня дико раздражают, потому что не понимаю, почему так долго мы это обсуждаем. Это церемония. Это церемония, да. И более того, когда я со своей глупостью, и ты решишь, что… Мне все спрашивали каждый день, что ты хочешь кушать? Я говорила, суши. Я считала, что это действительно шаурма, да. И только мне потом уже деликатно сказали, что суши – это самые дорогие рестораны в Японии. Они вовсе не на каждом углу. И тогда мне спросили, может, ты любишь еще что-нибудь, кроме суши, на всякий случай? Никто мне… Я говорила, сказала, а, я забыла, как танцевать. Я люблю суши только без лиса. У всех еще больше поворачили лисы, почему же, когда сошли, она еще в два раза дороже, потому что это натуральная рыба, да. И я тут тоже прокололась, да. Мои бедные друзья просто были замучены, потому что каждый день мне спрашивали, что ты хочешь, я говорю, только суши. И приходилось обзвонить в Токио, искать ресторан, который был бы и недалеко, и удобно. Мне всегда это вот… Они это любят. Вот это вот обсуждение, куда мы все поедем, есть. Это… Слушай, ну так получается, они живут только своими желудками в таком случае? Абсолютно. Ты знаешь, вот у меня ощущение, что это главное. Подожди, ну ведь ты же наверняка там, я понимаю, конечно, сложность… Нет, алкоголь, это важно. А, алкоголь. Дикие пьяницы гораздо больше, чем мы, поверь мне. То есть, когда заканчивается работа, я была на местном телевидении, мне чуть не стошнило вообще, потому что это такой жуткий наблюдательный пункт, где все журналисты должны симулировать активность. Ты попробуй симулировать активность в течение всего дня. Я спросила у своего проводника, значит, женщины, которая была редактором отдела, сказала, вы знаете, у меня угнетающее состояние, честно говоря, мне очень плохо. От одной картинки того, что у вас сверху наблюдательный пункт, чтобы видеть, что делает каждый журналист. Скажите, во сколько случаев суицида в год? Она говорит, совсем немного, всего 4 было в прошлом году из 50 человек. Да, это совсем немного. Слыши, но в так называемом трудолюбии и желании загонять в себя вот эти трудовые рамки ходят просто легенды тоже, что они прям как роботы, биороботы. На самом деле, а что ты можешь делать? Это неэффективный труд. Япония, кстати, очень многие профессионалы говорят, упустила свои технологии, но упустила свою эффективность, потому что люди чаще всего демонстрируют боссу свою невероятную работоспособность. То есть они бегают, суетятся, они пишут, что-то пишут, работают. То есть ни секунды, ни без внимания. Их снимают камеры. У них висят каски против метресения на столах. У них лежат, значит, пакеты survival, то есть пакеты выживания. Может, метресение очень часто, поэтому вот они живут, то есть висит тут каска, да, то есть должны ее одеть в первый же момент. И ты весь под наблюдением. И ты даже, например, если вызывают к начальнику, ты не имеешь права сесть, там нет стула. Начальник тоже сидит во главе всего этого кошмара, контролирует, и вызывая человека, которому он доволен или недоволен, он босс, там еще привычка кланяться, приходит человек, и он выслушает все, что хочет босс стоя. Это чинопочитание в Японии. От этого их консерватизм, очень многие творческие идеи не проходят. То есть они хорошие подражатели, хорошие развиватели идей, но не способны породить свое собственное. Я подняла алкогольную тему, но такой миф существует в мире, что самые пьющие это русские. Ну это мы, нет, 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 все уже давно подтверждают, что нет. Мы давно уже в конце хвоста плетемся, да, отстаем, надо сказать. Дело в том, что в Японии такая традиция, поскольку я только что говорила, огромное количество суицидов из-за того, что люди под колпаком постоянно работают, это совершенно нормальное количество суицидов, да, они считают. Там из 50 человек 4 в год, я считаю, что это очень много. Наших коллег, да, с тобой. Что они делают вечером? Семья вообще это на 10-м месте в Японии. То есть каждый вечер коллеги, это как бы корпоративная солидарность, они все идут не домой, они идут нажираться вместе с своими другими коллегами, реально нажираться, вот, то есть до свинького, до свинячего состояния, которые, ну, они ничего не совершают незаконного и так далее. В большинстве случаев филиппо-японцы очень-таки напослушны, даже когда они пьяны. Вот. Самое страшное, это пятница вечер, когда, значит, вот последний вагон, да, и нужно скачать на них электрички, потому что все пользуются электричками, частные машины-то очень дорого, парковка все-таки, никто не сядет за руль, потому что очень строгие полицейские правила в отношении алкоголя. Вот они совершенно пьяные, это страшно видеть, это вот станции, где люди реально, извиняюсь в выражении, блюют. От маленьких девочек, 16-17 лет, и заканчивая взрослыми людьми. То есть пьяни не имеют вообще, то есть они просто реально, то есть вся станция, это животное состояние. Кошмар. Да, в таком состоянии они штурмуют последние вагоны, у кого нет сил, то уходят в капсульные эти отели, которые для этого, собственно говоря, придуманы. А после этого идут, после станции идут хорошие умные люди, которые собирают все, что потеряно в это время. Это зонтики, кошельки, сумки, значит, там, пальто, все, что угодно. Все это собирается, складывается, может, в следующий день перейдут люди дикие с похмелья, но с приличными лицами скажут, что они вчера потеряли зонтик или еще, или сумку, или деньги, или кошелек, или кредитные карточки. Да, это вообще сцена, да. Более того, запомни, это единственная страна в мире, в которой нет воровства в принципе. Вообще никакого воровства. Подожди, мафия есть, а воровства нет? Нет. Про мафию мы еще поговорим. Про мафию мы еще поговорим. Западло здесь воровать, потому что даже для мафии, это считается, что ты уронил кодекс чести. То есть, я помню, как всегда дрожала за свою дурацкую шубу, мне всегда говорят, покойте свои шубы, потому что никому нахренеться не нужна. И потом моя привычка, я же много путешествую, и почему в разных странах, да? А первое, что я думаю, деньги, документы, кредитные карточки. У меня инстинкт из-за путешествий держать сумку на пузе. На пузе, да, это не страшно мешает. Я не могла понять, почему все эти сумочки Луи Виттон, набитые там золотыми кредитными карточками, в ресторанах все мои друзья развешивают, подружки, их жены развешивают по каким-то там... Если что-то бросается небрежно куда-нибудь, и когда я спрашиваю, что вы делаете, надо же как бы следить, они говорят, а в Японии нет воровства. Вообще нет воровства. На 126 миллионов человек нет воровства. Ну, это очень сложно. Ну, может, найдется какой-то глупый гаддин, бака гаддин, то есть глупый иностранец, который крадет, его уж поймают все равно, потому что это немыслимо для японца. И более того, наверное, подруга, жена моего приятеля, она японка, а он русский, очень редкий брат. Одна очень молодая женщина, она мне рассказала, что все подружки, которые только уезжают в Европу, как овцы попадаются, особенно в Греции, их обворовывают сразу, подчистую, разом, в первом же деле стороне терять все. Более того, потому что они совершенно не понимают, что у человека можно что-то украсть. И более того, когда ты идешь, знаешь, прям в соблазн, ты идешь такой вот по городу, да, такая улица, а у всех, извините, на заднем кармане торчит жирный кошелек. Думаешь, какого черта, да хоть его засунь как-то, да, то есть в России же вытащили бы его. А в метро их набивается как сельди в бочку. То есть ты можешь обворовать человек как хочешь. Нету, нету воровства. Есть такое удивительное правило, которое меня поразило. Мне объясняли моя вот тоже русско-японская семья, да, объясняли, как они нашли кошелек, отнесли его в полицию. Но им повезло, они даже нашли имя девушки, позвонили ей. Девушка, ой, я уже забыла про этот кошелек, какое счастье, там у меня какие-то карточки. Спасибо, ребята, зайду в полицию, заберу. Тогда у меня есть правило. Ты что-то нашел, все несут в полицию, но если через три месяца хозяин не отозвался, то ты имеешь право забрать все, что у тебя лежит сам себе. О-о-о, да. Ну это тоже, слушай, не... Очень забавный такой факт, но интересно. Ты нашел же ведь, да, ты честно сдал. Да. А раз никто не пришел, ты честно заслужил. То есть в этом смысле тут такая... Ну, естественно, кредитную карточку, кредитную карточку вернут. А деньги, ну что ж, раз так не пришел хозяин, иначе не пришел. С этого момента через три месяца срок проходит, и владельцы этого кошелька. Ну, а почему тебе звонят, спрашивают, если не помнят с пьяного виду, где они что потеряли. Поэтому весь этот миф, что мы самая пьющая нация, притом пьют они соки, пиво, мешают все черти с чем. Я это видела, это как бы... Мои друзья приличные люди. Как бы они... Более того, я поняла, начала делать вино, поэтому у них такой большой прогресс. И шикарные вина, цены страшные на вино. Слушай, прям виноградное вино, потому что вроде как сливовое... Ну, это не делали, начали делать несколько лет назад, и очень в этом переуспели. И как бы так вообще у них пришел культ вина. То есть как бы я впервые видела винные бары, которых раньше вообще никогда не было, где только вино, и где такие вина, что там и по 1000 евро рублей за бутылкой, и больше. И люди приходят просто вот наслаждаться там вкусом. Я же тебе говорю, они гурманы. В каких смысла жизни это еда, поесть, выпить, поселить в тусовке, все. Семья на дальнем месте. То есть если ты в час ночи пьяно возвращаешь каждый день домой, какая, к черту, матери семья? То есть у тебя остаются только выходные дни, которые ты должен посолить на ребенка и на жену. Я знаю пару, тоже русско-японскую, когда-нибудь жена сказала, что мы встречаемся по звонку. То есть, когда ему нужно показать, что у него есть жена, муж, он мне звонит, хотя у него двое детей, которых не успели сделать, пока еще была любовь, да. Но вот он вызывает ее, вот у меня там 16 февраля, например, встреча где-то, да. Пожалуйста, будь в это время дома, мы поем вместе на встречу, вот. А до этого они не виделись 10 дней, они живут в одном доме. То есть, это нормально, то есть, у людей параллельная жизнь, и поэтому русские жены там совершенно с ума сходят, потому что, действительно, проблема русско-японских браков для русских жен непонятная, потому что для нас семья – это семья. А для японцев это масса всего, им очень престижно было иметь все время белых жен. И вообще это несчастные женщины, потому что дети рождаются все равно японцами, и они усваивают все японские традиции, и потом они начинают презирать своих мамочек, которые вот, и даже отстранятся от них, потому что они гайзины, они иностранцы. Они странные, понимаешь? В Японии гвозди, которые высунуты из стены, забивают молотком, есть такой принцип. Ты не можешь, ты должен быть все как один, ты должен быть похож на всех остальных. И когда дети приходят из школы, говорят, блондинки маме, иди выкрасться в черный цвет, потому что ты, мама, странная, и на тебя все смотрят. А это не прише, на тебя все смотрят. Ты должен пойти выкрасться в черный цвет. Вернее то, что сами выкрасться в зеленый, животный, голубой. Да, я как раз хотела сказать, у них же вот эта культура аниме, когда там... Это ничего не значит. Они-то видят, что они японцы. А она гайзина, она иностранец. Точка. Подожди, Даша, а там вообще всех иностранцев, ну так, ну не то, что недолюбливают, относятся к ним как к, ну скажем так, людям несколько... Бака Гайзин, да, глупый иностранец. Нет, причем здесь нет. Американцы... Нет, американцев они боятся, это другой вопрос. Но тоже это гайзины, это тоже глупые гайзины, да. Они их боятся, это уже совершенно другое. Вообще все иностранцы, это иностранцы. У них страшные проблемы. Даже, например, я знаю женщину, которая работает на китаянке, она работает на крупнейшем телевидении. У нее были жуткие проблемы, хотя она выросла в Японии, изошлая китаянка, ее пытались смотреть в газетах, и там было все что угодно, потому что достигла высокого поста, не буду называть ее, конечно, имя. И я знаю, как мои друзья японцы вступали за нее, потому что она вроде бы уже все, это не свое. Как это она может? У них очень четкое понятие иностранец. Нет, ты им забавен, ты им интересен иногда, поверхностно. У тебя, как что-нибудь стоит, тебя спросят пару-трой вопросов, это всегда поверхностный интерес. Глубоко мы их совершенно не... они вообще никем не интересуются. Хорошо, тогда мы ими интересуемся. Да, по поводу технологий. Все встречаются, как японские технологии. Просто так о возде сказала, я подумала. Да, то что да. Если муж приходит пьяный, а может и вообще не приходит... Жена, может быть, и точно такой же, кстати. Занимается домом, хозяйством, я не знаю, там бытовую технику чинит. Вообще, что это за техника у них? Нет, да. Нет, по поводу, кстати... А, еще по поводу детей. Детей с самого детства есть такое японское выражение «читать воздух». То есть детей никогда не наказывают, но ребенок, вырастая, видит, например, что что-то сделала, а мама плачет с углом, она ему ничего не скажет. Просто общая атмосфера создается такая, что ребенок понимает, что как бы... Да, его не отшлепали, но что-то не так, мама плачет. И вот умение «читать воздух» отличает японского ребенка от любого другого. С момента, как ты входишь... Это, кстати, страна, которая займет одно из первых мест по травле детей в школах. Потому что если ты чуть-чуть выделяешься среди других людей, то тебя затравят в школе. Это очень серьезная проблема в Японии. И поэтому умение «читать воздух» тоже быть точно такой же, как все остальные. И они часто себя сравнивают со стаей рыб. У стаи рыб нет лидера. Официально нет. Она движется, как стая. Вдруг одна рыбка сбоку дрогнула, почему-то шевельнулась. Если вторая рыбка подходит в движение, может дрогнуть вся стая, они все поворачивают в другом направлении. Почему они это делают, никто не знает. Как Япония от страшного милитаризма перешла, благодаря пропаганде к страшному, еще более страшному пацифизму. Может, она доходит до идиотизма иногда. То есть вот эта измена направления, она часто непредсказуема. Все зависит от пропаганды, от того, какая рыбка шевельнула в Австон, и как все пошло. Они себя сами называют «стая рыб». Вот в этом как бы смысл. А если ты не умеешь считать воздух, ты уже не японец. Но все-таки вот о технологиях. Ведь должны же быть там какие-то креативные умы, которые какие-то идеи разрабатывают новейшие. Ну, как-то Япония все-таки. У азиатов нет креативных умов. Азиатский ум не креативен, он подражателен. Азиатский ум, это касается китайцев. Они умело воруют любую идею, и потом ее развивают до абсурда, даже до великих вершин. Это их талант. Благодаря самому порцию, трудолюбию и умению, значит, вот всем навалиться, всем коллективом навалимся, и сейчас что-то сделаем. Поэтому, конечно, Японии креативной стороной никак сказать нельзя. Она куда смотрит стая, туда смотрят все. Это принцип. Поэтому ей так легко управлять, ей легко внушить любые идеи. По поводу креативности, конечно, мне все спрашивали про еду и про унитазы. Это было очень смешно. Почему про унитазы? Потому что символ Японии – это креативные унитазы. Это ужас, Лена. Потому что, во-первых, хорошо, для глупых годинов, как я, в гостиницах пишут инструкции на английском. Слава тебе, Господи, как пользуются всем этим чудом света. Но поскольку мои друзья меня водили в разные места, это и рестораны, это и учреждения, и даже парламент, и чего только не было. Каждый раз возникает проблема, если ты хочешь в туалет, первым делом я зову своего товарища, какого-нибудь спрошу. Могут ли сходить в мужской туалет и выяснить, какая кнопка… Как это работает? Нет, какую кнопку нужно нажать. Ури, где у него кнопка? Где у него кнопка, да. Вначале шел мой товарищ, который выяснял… А почему это выглядит страшно? Ты открываешь дверь, значит, какой… Почему везде они совершенно разные, Лена? И на японском, конечно, все на японском. Уже все, уже нет уже снисходительности, что ты иностранец. Здесь нет иностранцев. И поэтому ты захочешь этот ужас, значит, открываешь дверь, она сейчас поднимается, вдруг это… Она по-разному может. Она может двигаться, она может подниматься, она может из-за того, чтобы журчать, она придет звук, или она может включаться, может включаться музыку. Происходит, ты не знаешь, что будет с тобой, когда открываешь двери на двери, на двери, на туалетные комнаты. Что-то может взорваться. Ты боишься что-то тронуть. Под конец ты видишь на стене огромную панель, в которой… Чем более шикарное заведение, в которой ты приходишь, а его в шикарных заведениях, значит, там, где какие-то пресс-клубы, иностранные клубы, там, еще что-то еще, тем больше кнопок. Понимаешь, что у тебя стена с такой огромной панелью на японском языке, где масса кнопок, ты ничего в них не понимаешь. Все же тупо тыкать, и каждый раз ты боишься, что тебя паром обдаст, или там, в морду даст что-то, или еще. То есть паника жуткая, потому что все это… И потом вдруг он начинает пиво от колонки открывается. Пошла в туалет, заодно и помылась. Я протоплята с него, и жала все кнопки, и под конец я уже выучила правила. Первый, кто идет, рассказывает мне, какая. Дальше это выглядит так. Выходит мой товарищ, какой-нибудь очередной товарищ, говорит, Даша, на панели, панель, значит, там, третья полочка сверху, четвертая кнопочка с правой стороны. Нажми ее, больше ничего не нажимай. Алиса в стране чудес. Это просто, да, дико, неловко, но приходилось, как бы… Да, у меня была даже очень такая нелепая ситуация, что я просто застряла в этой ситуации в туалете, просто жала на все, я готова была кричать, плакать и так далее. Мои товарищи испугались, они поставили в аптеку, принесли мне таблетки, извиняюсь, отбанулся. Они решили, что я застряла, потому что мне плохо. Я прихожу, и мой товарищи поняли. А я просто еле справилась с этой конструкцией, то есть я там не знала уже, что нажимать. Я прихожу, и мне вручают таблетки. Говорят, что случилось, мы посадили с таблетками, хотим таблетками. Почему же там было плохо на всякий случай? Мне вручили пачку японских таблеток. Я говорю, что в туалете посидеть не могу, сказала я. Мне сказали, ну мало ли, мы решили помочь, всякое бывает. Да, слушай, ну смешно, да, слышно. Нет, это очень много слышно, когда япония, это очень смешно. Причем как бы, да, их всех пугает, как бы. Слушай, что же они думают о нашей сантехнике? Вот у меня... Я думаю, что у нас все просто. Ужас. Почему эти ужасные маленькие комнаты в гостинице, где ты не можешь развернуться? Вообще нормальная японская гостиница, это очень маленькие комнаты, да. То есть очень технологично продуманные. В этом смысле они молодцы. То есть у тебя все есть, только оно очень маленькое. Но это все есть. Но я в гостинице Бакаш нонсенс, потому что была единственным годином, да, опять иностранцем, вот, и в шубе. Это тоже непонятно для японцев совершенно. Поэтому когда со мной прилежала одна или две машины, что тоже нонсенс, потому что ни один человек не есть по машине на машине в Токио, а мои друзья очень любят ездить на машине, то, как выразились, они... Они селены дикими газами, и в газах читалось, шубу водят. То есть как, не меня, а что... То есть понятно, что в шубе я не могу пойти в метро, да. Это было понятно, что возят шубу, не меня. Однажды подъехало два шикарных джипа, супер шикарных. Это был шок. То есть раньше было один, а потом стало два. Поэтому, поскольку все собирались в компанию, поэтому мне газов читалось, что шубу везут. Слушай, очень смешно, Даш, но это действительно... Да. Вот то, что ощущает человек с другим менталитетом, побывавший в этой стране, с которой нам нужно как-то налаживать отношения, решать серьезные вопросы... У меня много друзей, у которых прекрасно чувствую юмора, что, кстати, редкость, но у меня умные люди, друзья. Поэтому мы об этом именно этим... Это вообще предмет наших шуток. И нам все время делают замечания во всех японских ресторанах, потому что, когда я начинаю громко говорить, то начинаются, особенно политические темы, сразу все начинают возмущаться, и тут все понимают, о чем идет речь. Ну, естественно, отвечают мне по-японски, а потом переводят. То есть, естественно, что начинают все коситься, обязательно прибегает официантка, говорит, что... Или официант, пожалуйста, ему лёв, говорит, потише, потому что вы мешаете всем остальным. Это было такое, да. Потому что, естественно, все понимают при переводе, а мы все горячимся и горячимся, и поэтому начинается такой... Люди заводятся, то есть они смотрят, заводятся и делают нам замечание, что, пожалуйста, не говорите так громко. Вот тут-то я тебя и поймала. Да, конечно, за начальством курильских мастеров. Да, во-первых, они совершенно не интересуются Россией. Наверное, несложно догадаться, что ты человек из другой страны, и, скорее всего, именно из России, потому что вопрос поднимается об отношениях России и Японии к одной проблеме. Нет, есть кое-что, в чём они интересуются. Ну, это как группа Тату. Меня все расспрашивали про Загитову. Слушай, ну это ж когда было? Нет, Загитова Медведева. Это что? Это главные символы Японии сейчас для молодёжи. То есть, когда я сижу, и меня спрашивают японки, зачем Медведева уехала в Канаду, и вообще тренер, как её, Тутберидзе, да, совершенно не права, мне говорят, Тутберидзе по-японски, а то я в полном шоке. Вообще музыка неправильная подобрана, и нам не нравится её канадский тренер, очень плохо с ней поступили, вообще нехорошо поступили с Медведевой, а Загитова, когда приедет, вообще хорошо будет приехать в Японию, а в прошлом году музыка была не очень хорошая, а вот эти вот, и мне начинают спрашивать то, что я вообще не знаю, то есть я, конечно, в принципе-то знаю, я люблю фигурное катание, вот мне ставят в тупик, потому что они знают деталей всё о жизни наших тренеров, о жизни наших фигуристов, и это вообще фишка сейчас Японии, фигурное катание, тем более, что у них свои блестящие фигуристы, да-да-да. А уж они на российских совершенно помешанные. Это, например, с неё делала в Южной Корее, когда видела, что полстадиона сидят какие-то странные люди, спросили, что корейцы, где-то японцы. Сидели с мишками надписью Медведева. Я спросила, а почему они говорят, потому что Медведева кумир Японии. Теперь ещё Загитова, Самодур, всё это меняется, и всё, о чём интересуются японцы, это какое у нас фигурное катание. Так, ладно. Отнюдь не Достоевский, отнюдь не Чайковский, и не всё про... Разве что Чайковский, может, лучше подойдёт, как музыка, да, вот тогда не выучат его название. Даш, ну так всё-таки Курила-то их интересует или нет? Вот, тебе объясняю. Курила абсолютно интересует молодое поколение. У них, конечно, есть проблемы. Когда они только-только не рождаются, каждого японского ребёнка в школе, начинают, начиная с шести лет, впихивать в голову, что Россия поступила как вор на пожаре, извини, что повторяю эту фразу, но это фраза, которая учится каждого ребёнка в школе. Россия поступила как вор на пожаре и украла в момент слабости у Японии четыре острова. Украла? Украла. В момент слабости? Вор на пожаре, значит, мародёр. Ты понимаешь, вор на пожаре – это японское выражение мародёра. Ну, потому что, поскольку мародёр вообще непонятное слово, и вор вообще – это такой позор. Ну, я тебе объясняла, что в Японии нет родства. То есть, худшего острова представить нельзя. И что она украла эти четыре острова, которые нужно вернуть, потому что это истинно японские территории, и поэтому мы должны их вернуть. Вторая мировая война, там всё остальное, всё пускается. Детям вбивает в голову только это. То есть, совершенно всё равно, что вся Окинава фактически оккупирована Америкой, хотя она считается японской территорией, но они пикнуть не могут, что там 153 военных, значит, американских объекта. Да нет, они там сейчас какой-то референдум, не имеющий никакой силы, провели. Да, почему сказали, что ваш референдум может здесь засунуть в одно место, потому что она не имеет никакой силы. Вот и всё. То есть, они там в Окинаве, конечно, бесятся от этого, а вся Япония... Окинава для них, ты знаешь, это Флорида или Флорида, будет правильно с ударением? Да, как. Как скажется так. Как Флорида для Америки. То есть, это практически другой климат. То есть, Япония очень разная по климату. Это вот реально Флорида. То есть, это такой... Все живущие на Окинаву мечтают с неё уехать, а все японцы, живущие в других местах, мечтают переехать на Окинаву. Может, там шикарный пляж и так далее. А те, кто там живёт, бесятся от соседства американских солдат и американский бас, который оплачивает Япония. Да-да-да-да-да-да-да. В большей части почти Япония. 106 тысяч долларов стоит один американский солдат, а их почти 50 тысяч. Как говорят официальные Токио, но они же нас защищают? Да. Они же обеспечивают нашу безопасность. Это отдельная песня, в Окинаве так не думают, да. И поэтому, как бы, все мечтают из Окинавы уехать, а все остальные мечтают из Окинавы приехать, все, кто не знает. Вот такая странная Япония. Ты говорила о том, что в школе их чётко настраивают. Курилы, Япония. Курилы, Япония, да. Более того, им делают, например, карты глобуса, где можешь, знаешь, ручками пощупать. То есть глобус, который, вот, чтобы он почувствовал, это моя территория, понимаешь? Они выпуклые такие, можно их потрогать. Более того, значит, ну, вырастая, вырастая, кстати, мне один из, тут один момент очень важный. Насколько потерян интерес Японии к России? У них раньше была огромная, когда был СССР, это мне, вот, сейчас я немножко перескочу на другие вещи. Мне мой друг японец, с которым мы дружим уже, извините, 30 лет, и, что называется, я качала его детей, он качал моего ребенка, это всё понятно. То есть мы такие, просто вот тут, как кумовья, да? При этом он возговаривает общество, тайное секретное общество, черного дракона. Ну, тайная общество совершенно популярна в Японии, всё, это нормально. Это такая официальная формулировка. Он мне хорошо говорил, он взял, собственно, книгу про отношения, японско-российские отношения и сказал, что фигня какая-то, слушай, потому что я разговариваю с русскими людьми, и у них довольно правильные представления о Японии, даже те, которые никогда там не были. Я разговариваю с японцами, и вообще ничего они не знают. Это вот такой парадокс. Другой парадокс, что, значит, у них раньше, когда было страшно, и был Советский Союз, не существовали огромные секции, в каждом университете сидели русисты, то есть такие большие профессора, которые, значит, по идее, даже на этот русский язык никогда его не знают, вернее, то есть они его понимают вот чуть-чуть, но они постепенно забывают. И вот представьте себе, что поколение вообще ушло. Русистов больше нет. Это нонсенс. Остались люди вот ещё с тех советских времён, которым уже там под 60, они там занимают какие-то кафедры, читают какие-то лекции, но русистов нет. Нет нового поколения русистов вообще. Это, извините, сосед, огромный сосед, с которыми ты ведёшь долгие, безнадёжные переговоры о Курильских островах, и при этом у тебя нет никаких знаний о России. Реально нет. Они Россию не представляют, даже на политическом уровне не представляют. На житейском, ни на каком. Потому что, во-первых, островная страна, во-вторых, неправильно, как сказал мне мой друг, японский друг, он сказал, Даша, Япония интересуется только тем, кого она боится. Вот когда мы вас боялись, СССР, вот тогда у нас сели целые кафедры русистов, специалистов по русскому языку, профессионалов, так далее. На США не существовала Северная Корея. То есть целые плюнуть в нашу сторону десяток ракет, всё, все газеты сейчас заполнены Северной Кореей, люди учат корейский язык, у нас появились профессоры, которые занимаются только Северной Кореей. Ну, понятно, стаи рыбок. У нас отвратительные, да, у нас отвратительные отношения с Южной Кореей. Дело в том, что между Южной Кореей и Японией стоит вопрос так называемых женщин для утешения, женщин комфорта. То есть Корея утверждает, что японцы во время того, как они захватили Корею во Второй мировой войне, сделали проституткой множество женщин, а японцы говорят, мы же импотили. Ну, в общем, это такой сложный вопрос. Может, тебе кажется, это смешным, для Японии и Кореи это вопрос номер один. Вопрос женщин для утешения просто номер один. Это я узнала еще в прошлом году, только была в Южной Корее, когда мне начали объяснять долгие проблемы с Японией, ничего не могла понять. Я говорю, слушайте, это было сто лет назад там, чего никак не можете решить вопрос. Ну, да, понятно, что у нас, блин, полстраны сколько были из-за силований, все убийства, но сидите целыми годами перетирать, сколько мы платили или не платили проституткам, а они те утверждают, что мы были не проститутки, а нас изнасиловали, и сколько нам заплатили за это. То есть, как бы, представьте себе, что это вопрос, ну, для Японии это вопрос мирового значения. Для Кореи это Южная Корея, это вопрос мирового значения. Поэтому у них все занято, все газеты заняты. Южная Корея, поскольку женщина для утешения, Северная Корея, которая пуляет ракетами, значит, и страшным-страшным Китаем, которые все страшные. Вот. А я пришла к своим коллегам на телевидении, и мне сказали, Даша, у нас проблемы, мы вынуждены удалять Россию из телевизионной сетки. Мы с тобой оба профессионалы понимаем, что это значит. Я говорю, почему? Он говорит, а рейтинга нету. Ничего себе. Я говорю, даже по вопросу Курильской островы, он говорит, даже по вопросу Курильской островы, потому что выросло поколение, которому это неинтересно. И хорошо бы нам вообще немножко подождать. Я думаю, вырастет еще одно поколение, еще одно, еще одно, которым уже совершенно потеряется. Интересно, это элития, но вовсе не народу Японии. А им, конечно, отбивают это в голову. То есть при знакомстве, первый вопрос, когда я спрашиваю, что происходит с простодушным, типа там, а когда вы нам наши острова отдадите? Я говорю, они не ваши. А мы знаем, что наши нам вот там так в школе рассказывают, совершенно молодые люди. Это вот такой вопрос. Но оно их, ну как бы, знаешь, им внушили это в голову. А чтобы не пошли это биться, да не в жизнь, господи. Потому что они уже выросли, это для них какая-то непонятная земля. Это важно только элите. Но элите-то страшно важно. И по большому-большому ряду причин. Дело в том, что у нас элита, не элита, у нас элита чаще всего денежная, пришлая. И элита, которая не имеет за собой ничего, багажа. У неё багаж, деньги или власть. В Японии элита вся наследственная. Практически пробиваются наверх безродные люди, их там 2-3 человека, обычно неплохо заканчивают. Это элита, которой не нужны деньги. Её нельзя купить, например. В этом смысле невозможно. Нельзя там... Ну, я тебе расскажу. Самый скандальный пример коррупции в Японии, который случился не так давно. И мне потом рассказали все японцы. Мэр города Токио, которым все страшные гордились, был лучший мэр города Токио. И однажды в субботу он взял свой автомобиль и повёз жену и дочь на дачу. Он был уволен немедленно. Это был крупнейший коррупционный скандал в Японии. А, то есть повёз жену и дочь на дачу точка. Понимаешь, что это ужас. Он повёз на правительственной машине в субботу, на что он не имел права, потому что это государственная машина. После этого он потерял... Лен, правда нам слышно, да? Да. Это был такой скандал, что он потерял работу немедленно. И мне об этом рассказывали все с таким возмущением, что мне даже было неловко говорить, какие же случаи коррупции бывают у нас. Поэтому мне тут хочется затнуться и сказать, что вы, ребята, хорошо живёте, знаете. То есть нет воровства, нет коррупции, по нашим понятиям. Так вот, элита, наследственная. Каждый человек, который приходит в политику, хочет... Он не просто человек. Например, нынешний премьер-министр Абе. За ним стоит его дедушка, его премьер-министр, его папа, который будет, по-моему, министром странных дел. Я могу перепутать, кто из них. То есть это только так приходит в политику. Это... За ним стоит весь его рот. И каждый что-нибудь сделал на своём посту. То есть надо сказать, что премьер-министр Абе, который сейчас говорит Японию, он один из самых больших долгожителей. Он уже третий срок, а такого практически не было в Японии. И, кстати, намекнул, что он четвёртый готов идти. Да. Это нонсенс. А при этом он ничего не сделал. Понимаешь? А для японцев важно не то, что для нас. Ни деньги, ни власть, ни почёт. Им важно войти в историю. Это самый главный пункт. Если ты стал премьером-министром, уже войти в историю. Чем-то? Ну вот такая элита. Обратись себе, да? Если коррупция, ты отвёз жену, дочь на машине и на дачу, значит, ты коррупционер. Вот ты имеешь в виду, что это совершенно разные понятия. Да. Слушай, то есть для Синзе Абе, для премьера-министра Японии... Ему надо войти в историю. Это жизненно важный вопрос. Да. Когда он... Политического выживания. Да, может. Нет, не политическое выживание. Гораздо более стыдно, как любому, там, не знаю, самураю или общественному порядочному человеку в Японии, уйти на покой, ничего не сделав. Ты же не вошёл в историю. Что ты вообще делал? Даша, прости, две с половиной минуты остаётся, тем не менее, всё-таки спрошу тебя, скажи, пожалуйста, а помимо России ему некуда свою энергию направить? Да нет, он направляет её, просто он сделал ставку, каждый сделал ставку, он такой вопрос, который интересен. А он сделал ставку, что при его правлении будет заключён мирный договор с Россией. Он бьётся уже, 25 встреч с Путиным, можно описать, как всё это задолбало. То есть, подожди, подожди, а вот эта легенда, типа, я обещал там, на могиле папы... Я тебе говорю, и можно войти, конечно, в историю. Всё, он положил на эти силы. То есть, это не легенда, это реальность. Ну, три срока чувак положил на то, чтобы заключить мирный договор, ты понимаешь? Три срока, уже четвёртый грядёт, а мирный договора нету, понимаешь? И что же, с чем же он войдёт в историю? У него вся ставка сделана на это, он бился за это, как чёрт. И ему всё время обещали, а мы же, а мы же как с ВОЧа повелись, я тоже, да, мы всё время обещаем, типа, завтра, послезавтра, после-послезавтра. То есть, 25... Это уже звучит, как смешно, 25-я встреча, это уже как анекдот. Там, не знаю, как 126-е китайское предупреждение, да? О чём у неё речь? И понимаешь, у него всё время надежда, 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 а под конец, как мне правильно сказали журналисты японские, они сказали, вот, Дарья, вы знаете, одна из нас придёт такой срок, уже мы выключаем в рейтингах Курилы. Если ему не удастся это пробить, то рейтинги будут падать, 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 пока Курилка станет интересным, потому что он поторопился, пообещав, что вот это вот будет прямо сейчас. И если его сейчас не будет, а речь шла о месяц назад, то шок будет большой для общества, и общество потеряет к этому довольно долго интерес. Что для нас выгодно?